Всем привет, друзья! У нас сегодня с вами будет обзор вот на такой блокнот из серии Уничтожь меня. Помните ли вы такие блокноты? Был ли у вас подобный? Такие блокноты из серии Уничтожь меня были очень популярны в период где-то с 2015 по 2017, может даже 2018 года. И это не зря. Они обрели свою популярность благодаря тому, что на каждой страничке, на каждом развороте блокнота, было какое-то творческое задание, которое нужно было выполнить. И это был настоящий вызов нашему вдохновению. Каждый интерпретировал эти задания по-разному. У каждого они получались совершенно невероятные, потрясающие. И разглядывать их было одно удовольствие. Мы делились нашими разворотами в социальных сетях, смотрели, как у кого получилось, кто как понял задание. И это было просто супер. Благодаря таким блокнотам многие люди пришли в бумажное творчество, в том числе и я. Чуть попозже я покажу вам мой самый первый блокнот Уничтожь меня. Этот более маленький карманный вариант, он называется Уничтожь меня везде. И для меня он стал маленьким тревел-буком. Поскольку смысл этого блокнота был в том, чтобы выполнять задание где-то, например, на улице, в поездке, в путешествии. Я часто брала его с собой, когда куда-то ездила. И многие развороты, точнее даже почти все развороты, выполнены где-то в путешествиях. На коленках, в автобусе, в поезде. Это настоящая, знаете, такая хроника моих путешествий. И сегодня я хочу вместе с вами его полистать. И посмотреть, какие же развороты были. Вспомнить, какие поездки были. Хочу сказать, что этот блокнот не закончен. Я веду его до сих пор. То есть, если я куда-то езжу в отпуск, я обязательно его с собой беру. Он стал у меня такой, знаете, немножко пухленький. Я его даже скрепила резиночкой, чтобы ничего не вывалилось. Поэтому давайте уже его откроем и будем смотреть. Здесь у нас предупреждение. Какой-то стикер. Вот, посмотрите. Дорогой читатель, эта версия блокнота «Уничтожь меня» позволяет выполнять задания на прогулках, в кино, кафе, на даче, в поездках и у друзей в гостях. Здесь есть как совершенно новые задания, так и несколько уже полюбившихся. Но хватит читать. Выходи на улицу. Пришло время начинать новое приключение. Счастливого уничтожения. Вот такая интересная надпись ждала нас в начале. Небольшие инструкции. Разворот. Проставь свои собственные странички. Он у меня пока не заполнен. Вот. Здесь вы можете наглядно увидеть, какие задания могли быть в блокноте. Придумай, как всегда носить этот блокнот с собой. Возьми салфетку в кафе, напиши на ней что-нибудь секретное. Приклей сюда. Делай отметку каждый раз, когда видишь птицу. Этот разворот я сделала, когда мы были в отпуске в Сочи. По-моему, это была моя вторая поездка. Мы поехали в Тисосомшитовую рощу. Потом гуляли в парке. Кажется, он называется Южные культуры. И там я нарисовала вот такую небольшую птичку. И раскрасила ее акварельными карандашами. Разворот получился довольно простой. Но я делала его на коленке. Практически даже на земле рисовала. Вот. Но я им очень довольна. Потому что, знаете, это такая память, которая останется у меня от этой поездки. Следующий разворот у меня посвящен собственному методу уничтожения. Как видите, здесь есть и вот такие странички. Я придумала метод растопи блокнот на солнце. Здесь даже написана дата 23 июня 2018 года. Очень интересно. Этот разворот был сделан во время поездки в Астрахань. Чтобы вы понимали, у нас в Волгограде очень жарко. В Астрахани еще жарче. Мы с одногруппницей поехали на выходные в Астрахань. Нам недолго ехать до этого города. Решили первый раз туда поехать. Погулять, посмотреть, что там интересного. Но там было очень жарко. Просто безумно жарко. Чтобы вы поняли, я обгорела. Даже просто гуляя по улице. То есть, не находясь на пляже или возле бассейна. Я прям сгорела. Было очень жарко. И поэтому я решила посвятить разворот в Астрахани вот такой девушке, которая кушает мороженое. Оно прям все течет. И прям очень жарко. Ну, действительно, было очень жарко. Но было очень классно. Мы много интересных вещей посмотрели. Оооо! Этот разворот посвящен моей первой поездке. То есть, развороты здесь идут не в хронологическом порядке, как вы уже могли заметить. И они могут меняться от поездки к поездке, от года к году. В некоторых поездках мне удавалось сделать несколько разворотов. В некоторых один. Но этот разворот из моей самой первой поездки на море. Как вы видите, мы... Я нарисовала карту. Мы один день из нашего отпуска, мы поехали в Адлер отдыхать. И один день мы выделили тому, чтобы добраться до Абхазии. То есть, один день мы провели там. Это тоже была моя первая, как бы сказать, вылазка в Абхазию до этого года. Это было настоящее приключение, потому что мы там с огромными пересадками добирались, собственно, до Абхазии. Мы там очень сильно задержались, опоздали на автобус. И нам помогли местные жители, которые просто довезли нас до границы, до КПП. И там уже мы добрались домой. Но если бы нам не помогли, я не знаю, как бы мы добирались вообще до дома. Вот. Но это такая, знаете, небольшая приключенческая история, которую я, наверное, буду вспоминать ещё долго. Так. Это у нас пустой разворот. Вот. Здесь я тоже ещё ничего не сделала. Вот. Проткни эту страницу чем-нибудь, что привёз из своих путешествий или нашёл на улице. Утопи эту страницу. Вот этот разворот был сделан уже в Абхазии. То есть, мы приехали на пляж, там, как видите, были горы. И мы весь день там отдыхали, кушали фрукты и купались. Вот такой у меня получился разворот. И блокнот этот я возила всё время с собой. Он уже и в дождь попадал, и там, и с горки катался, и что с ним только не было. Вот. Очень классный день был, кстати. И этот разворот посвящён поездке в Осетию. Кажется, это была первая поездка. Я решила тоже нарисовать вот такие горы. Зарисовку я сделала во время путешествия, а дома уже раскрасила, потому что я всё-таки не стала с собой ввести гуашь, краски. Вот. И поэтому раскрасила уже дома. Но очень красиво тоже было в Осетии. Мы катались на сноубордах. Просто отдыхали, везде гуляли. Тоже очень классная была поездка. Кстати, мы поехали на Новый год. Нарисую свои мечты во время прогулки. Этот разворот тоже был сделан на пляже. Это была моя вторая поездка на море. Вот мы как раз-таки второй раз поехали в Адлер тоже с подругами. Мы просто весь день провели на пляже. И я нарисовала этот разворот. А вечером я очень... Я поняла, что очень сильно обгорела. Нарисую что-нибудь в зависимости от фазы луны. Натри страницу грязью. Покрой страницу фантастическими находками. Вот этот разворот я делала уже дома. Я приклеила сюда кусочки ракушек, которые нашла. Они, кстати, еще и держатся, что удивительно. Вот. Это кусочки ракушек, которые я нашла во время, собственно, путешествия на море. И я решила вот так их подобным образом сохранить на память. Нарисую здесь что-нибудь ручкой. Выйди на улицу под снег или дождь, пусть намокнет. Этот разворот мне очень дорог. С ним связана еще одна забавная история из моего путешествия. Этот разворот я делала во время своего первого отпуска в Москве. Я поехала летом. Но московский климат для меня непривычен. Потому что там летом может быть достаточно холодно. Так что можно в куртке ходить. А я летом привыкла мучиться от жары. То есть у нас очень жарко. И по меркам... Ну, как бы Москва для меня достаточно прохладная. Вот. И я поехала гулять первый раз на ВДНХ. И пошел дикий ливень. Мне пришлось прекратить свою прогулку. Но я вспомнила, что у меня был этот разворот. То есть я посмотрела погоду. Я знала, что будет дождь. Ну, не такой сильный, правда. Вот. И я нарисовала вот такую девушку с радужными волосами. Потому что я знала, что это акварельные карандаши. Если они намокнут, они начнут течь немножечко. Я дождалась, когда пойдет дождь. Я вышла. И это было так смешно, что все спрятались от дождя. И одна Юля стоит такая вот под дождем. Возле фонтана. И держит этот блокнот. И ждет, когда он намокнет, чтобы сфотографировать. И пока я фоткала блокнот, ко мне подошел китаец. И начал фоткать меня. Ну, что, типа... Ну, видимо, он был какой-то турист. И ему было интересно, что я делаю. И чем я занимаюсь. Но это было очень смешно. Мы с ним посмеялись и разошлись. Этот разворот я тоже делала в Северной Осетии. Здесь я добавила несколько фактов об Осетии. И о том месте, где мы были. И разворот назывался «Коллекционируй числа, которые встретятся». Вот такие дела. «Засыпь эту страницу компостом. Наблюдай за результатом». Тоже интересно. О, девочки! Это тоже разворот, который был сделан в Осетии. Я сделала набросок... Ну, я срисовала. Это не я сама нарисовала. Срисовала картинку. Это, знаете, я как раз-таки перед поездкой... Это было в декабре. Я посмотрела новый фильм со... Ну, «Звёздные войны». Вторую часть, кажется. И мне она так понравилась. Я прям вот почувствовала вот эту химию между персонажами. Вот. И я, естественно, начала там уже шиперить Рэй и Кайло Рена. И мне очень захотелось их нарисовать. Вот. И уже в Осетии я с помощью карандашей, опять же, акварельных это всё раскрасила. Вот. И сделала вот такой разворот. Метод уничтожения. Здесь тоже написана дата. Третье января. О! Изобразить течение времени в новой среде обитания. У нас тогда ещё с Москвой было разное время, но сейчас опять одно и то же. Это вот, опять же, мой первый отпуск в Москве. Здесь я решила нарисовать метро и мысли людей, которые, допустим, едут все в одном вагоне. Вот я даже нарисовала себя. Нарисовала тут людей, которые кто-то едет отдыхать, кто-то едет на работу, кто-то едет с тремя пересадками. Ну, в общем, мне метро очень понравилось. Ну, да, конечно, людей там много. Спрячь эту страницу в чьём-нибудь кармане или сумке с пометкой. Ну, пока тоже не сделала. Заберись на самый верх и урони этот блокнот. Со стороны может казаться, что этот разворот не заполненный, что он пустой, но я специально оставила его пустым. У меня есть целая коллекция фотографий из гор, из каких-то высоких мест, ну, в основном из гор, и, ну, фото с этим пустым разворотом. То есть я его не заполняю, я его всегда фоткаю на фоне какой-нибудь огромной высоты. И мне очень нравится эта коллекция фотографий, поэтому я решила принципиально эту страничку оставить пустой и вот создать, как, знаете, такую вот небольшую коллекцию. Поэтому можно сказать, что она вроде и заполнена, и не заполнена одновременно. тоже пустой разворот. Тоже пока не заполненный. О, это также первая поездка на море. Я решила записать название улиц, которые были рядом с нашим гостевым домом. Мне очень понравилась улица 8 Марта и улица Ромашек. Это так здорово! Просто улица Ромашек. Мне так понравилось, это так мило. Так, еще один пустой разворот. Поставь печать на этой страничке. Тоже пока не сделала. О, придумай собственный метод уничтожения, сделай коллаж в поезде. Этот коллаж я делала в поезде. Я разложила там клей, всякие вырезки, все сделала. Вот, но это было, кстати, прикольно. Один из первых опытов коллажей и вообще оформления в поезде. И сделала я этот разворот, когда мы ехали в Кисловодск. Ой, тоже очень классная страничка. По-моему, я ее делала во время прогулки. Но мне он очень понравился. Я хотела нарисовать много-много милых вот этих всяких штучек. Вот, и получились вот такие дудлы. Вот этот разворот я делала в автобусе. Как вы видите, горы очень кривые. И, в принципе, он такой достаточно простой. Но у меня с ним тоже связана одна история. Я не сплю в автобусах. То есть мне сложно спать в транспорте. Все мои друзья спали во время поездки. Нам из Волгограда ехать как бы часов, наверное, в 18. в Осетию было. И все уснули. А я не спала. Мне было очень скучно. Уже как бы, ну, рассвело. Все спят. А я такая, ммм... И решила сделать этот разворот. Так скажем, скоротить время. Отправляйся на прогулку. Нарисуй свой маршрут здесь. Это карта Цея, где мы жили. Мы жили, ну, что-то наподобие туристической базы. Что-то вот такого. Мы жили вот в этом корпусе. Вот в этом корпусе у нас была столовая. Здесь был каток. Здесь тоже были различные домики. И я, собственно, нарисовала свой маршрут, как я везде и всюду гуляла. А вот сюда была лесенка, чтобы спускаться, ну, и кататься. Вот, скажем так, карта нашей местности. Тоже очень классный разворот. Мне нравится. Пока пустой. Пока тоже пустой. Ой, этот разворот сделан на прогулке. У меня было очень много стикеров с Риком и Морти. И, собственно, этот разворот назывался «Прилепи что-нибудь липкое». И я просто заклеила всю страничку стикерами. Потому что у меня их было много. Я не знала, что с ними делать. Я такая думаю, ааа, залеплю все стикерами. И вот такой разворот получился. Ой. Классные штучки. Я их привезла в этом году из Абхазии. Это сухоцветы. Надо их, кстати, отсюда выложить. Иногда я использую этот блокнот в качестве гербария. И, допустим, когда вижу какой-нибудь цветочек в поездке или в путешествии, я сюда его кладу и таким образом сохраняю. Этот разворот посвящен билетам. Найди и приклей маленькие штуковины. Сделай это во время прогулки. Здесь у меня различные билеты. Вот, например, в парк, в скай-парк. Это в Астраханский Кремль. Это в музей игрушек и детства. В общем, просто все билетики, которые у меня были, я сюда приклеила. Этот разворот я сделала, когда у нас была поездка с моей предыдущей работой. На природу украсить всю страницу, используя только то, что найдешь на улице. Я нашла всякие цветочки. Они были очень красивого, желтого, прекрасного цвета. Но они высохли, осыпались. Я помню, когда у меня подруга, мы лежали на диване, она взяла мне посмотреть этот блокнот. Ну, она открыла на этой странице, и на нее, короче, вот это все высыпалось. Мы так смеялись. Да, ну, теперь вот такие крошки только остались. Ну, я решила их оставить. Думаю, ну, пусть будет на память. Так, снова пустой разворот. На самом деле много незаполненного. Этот разворот я делала на пикнике. Во время прогулки поскребеет страница и по разным природным поверхностям, мимо которых пройдешь. Мы просто немножечко поднялись в гору и устроили небольшой пикничок на майских праздниках. И вот, собственно, все, что я увидела, это деревья, трава и какой-то муравейник, на котором мы сидели. О, придумай, собственно, метод уничтожения. Этот разворот я рисовала в прошлом году в поездке в Ростов. Мы сходили в зоопарк, мне очень понравился тигр, и я его нарисовала. Здесь даже стоит дата. Только почему-то 0,4, хотя был май. Должно стоять 0,5. Так, снова пустые странички. Так, а вот это я тоже помню. Кажется, что эта страничка пустая, но на самом деле она тоже была заполненная. Я снимала видео, как добавляла сюда всякий песок, землю, воду. Ну, короче, я тут прям устроила целое месиво. Правда, ничего потом, ну, все это осыпалось, ничего не осталось, но, как вы видите, просто страничка стала вот такой волнистой. Вот, где-то у меня даже видео это сохранилось. О, оставь отпечатки листьев, найди зеленый лист, найди камень, переверни страницу, хорошенько прибей камнем там, где находится лист. Я попробовала сделать, как написано в этой инструкции, но, как вы видите, у меня, ну, не получилось отпечатка листа нормального, у меня просто какая-то грязь получилась, и я потом просто уже использовала листики, их прикрепила, там отпечатки всякие сделала с помощью краски, чтобы получилось как-то прикольнее, потому что от этой инструкции, ну, от выполнения такого задания у меня просто какая-то грязь получилась, и все. Ну, вот, примерно такая же, только с обратной стороны мне не понравилась, а я ее украсила как-то посимпатичнее. Так, еще пустые развороты. Ой, этот разворот тоже был сделан на каком-то пикнике, мы рисовали, использую эту страницу, чтобы разместить травинки, которые найдешь. Ну, и, соответственно, как бы, это изначально выглядело все очень красиво, но потом, когда это высохло, у меня просто получилось какое-то месиво, ну, в принципе, и так нормально. Тоже будет память о нашем пикнике. Это очень классная страничка. Коллекционирую имена, автографы и мечты других людей. Каждый раз, когда я куда-то еду или с кем-то знакомлюсь, я прошу людей писать мне небольшие пожелания на этой страничке. Здесь, как вы видите, из разных поездок много что написано. Знаете, одна из любимых страничек на этом, в этом блокноте. Так. О-о-о! Здесь у меня тоже такие небольшие, небольшие секретики из путешествий. Это бумажечка от Доширака, которая осталась у меня после поездки в Кисловодск. Мы взяли лапшу в поезд, и, собственно, у меня осталась вот эта вот бумажечка, и я решила ее сохранить. Так, еще пустые развороты. О, тоже классная страничка. Эта страница предназначена для отпечатков пальцев. Испачкай их в чем-нибудь, а потом надави на лист. По-моему, если не ошибаюсь, я делала этот разворот в этом году летом в Абхазии. То есть, видите, здесь такие достаточные давнишние развороты, и уже такие относительно новые. Так. О, это тоже Астрахань. Я решила в этих пятнышках запечатлеть все, что мы, в принципе, увидели. Вот здесь это был... О, здесь я даже подписала, что это. Это плед, который мы брали на пляж. Мы кушали арбузы, вот эти цветочки всякие были на даче. Это билетики на поезд. Вот тоже очень классный разворот. Все такое ностальгичное. О, все закончилось. Друзья, я надеюсь, вам было интересно. Я все еще продолжаю вести этот блокнот. Он мне очень дорог, потому что он также наполнен воспоминаниями. Именно воспоминаниями из поездок. Может быть, здесь нет каких-то красивых рисунков или каких-то идеальных разворотов или еще чего-то, знаете, вот такого там эстетически красивого. Но эти развороты, которые сделаны, можно сказать, на коленке в трясущемся автобусе, они мне очень дороги. Я надеюсь, что через много-много-много лет я его закончу и буду с большой любовью пересматривать. Спасибо большое, что посмотрели со мной блокнот, что досмотрели это видео до конца. самого вам классного настроения и замечательного дня!